Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! Я Михаил Казиник, это Русская Радио Чикаго, и сегодня очередная встреча. Мне очень хочется сегодня веселиться, шутить. Чудесная весна, солнце, всё цветёт, всё расцвело, и очень здорово поговорить о весёлой музыке, о радостной музыке, классической музыке. Я получаю часто много писем, и в этих письмах есть вопрос, а как вы относитесь к такой-то певице, скажем, Леди Гага? В другом письме, а как вы относитесь к Майклу Джексону, правда, он гениален? В третьем письме, как вы относитесь к Дипаппл, в четвёртом Роллинг Стоунз и так далее? В пятом, как вы смотрите на джаз, как вы смотрите на поп-музыку и так далее, и так далее? Американская поп-музыка, русская поп-музыка? В общем, вопросы, так или иначе, как я отношусь? И вот я хочу сразу ответить на все эти вопросы. Я очень хорошо понимаю, что жизнь невероятно коротка, и как-то вот так по складу пришлось, что мне не хочется тратить время жизни на слушание всего, что выходит за пределы того, что мы именуем художественной музыкой, классической музыкой, высокой музыкой, великой музыкой. Единственное, что можно возразить, что грани размыты, и часто в классической музыке бывает очень много того, что близко и популярной, а популярная иногда выходит на уровень классической, но в общем границы существуют. И вот я, это только мое мнение, это ни в коем случае нельзя принимать как истину в последней инстанции, я глубоко убежден в том, что в классической музыке, которую я бесконечно люблю и стараюсь слушать и изучать, и думать до бесконечности, есть все ингредиенты, что классическая музыка совершенно не нуждается в дополнительном выходе за ее пределы. Почему я так говорю? А потому что и такие письма я тоже получал. Вот однажды пришло письмо в одном университете, где написано, ну вот что это такое? Ведь питаться нужно разнообразно, а если вы будете есть одни консервы, то вы получите пищевое отравление. Так вот, тогда я ответил на это письмо, что вы имеете в виду классическую музыку? Так вот, в классической музыке есть все. Все огурцы, все помидоры, все витамины, все фотоциды, то есть все, что хотите. Хотите смеяться? Будете смеяться. Хотите радоваться? Будете радоваться. Хотите печалиться? Печалиться. Отличие классической музыки не в степени серьезности ее, а прежде всего в другом, в том, что она, она вечная. Появившись один раз, она уже никуда не уйдет. Она останется с нами навсегда. Ну вот, сейчас я вам кое-что поставлю, а перед этим расскажу об этой музыке. А точнее, расскажу не я. Расскажет Роберт Шуман. Но сначала несколько слов. Вот эту музыку, которую вы услышите, ее написал Битхоин в 1795 году, то есть ему было только 25 лет. И у нее есть подзаголовок. Ярость по поводу утерянного гроша. Die Worte über den Verlorene Groschen. Это написал не Битхоин, это название. Это друг Битхоина, Антон Шиндлер. И эта музыка была не закончена. Битхоин вот написал ее и, не закончив, оставил. Видимо, решил, что эта шутка не туда, не сюда. А Антон Диабелли в 1828 году, то есть уже после смерти Битхоина, опубликовал. Ну, чуть-чуть там, что-то такое подправил, закончил, последние такты дописал, и он скрыл, что это был черновик. И это сегодня одна из самых популярных мелодий Битхоина. Там есть очень интересная пометка. Alla ingresce. Но такого слова не существует. Alla ingresce. В итальянском языке. Но во времена Битхоина понятия цыганская музыка и венгерская музыка были синонимами. Наверное, Alla ingresce. Это объединение Alla cingresce, то есть в цыганском стиле, и Allongresce, венгерском стиле. Так или иначе, лучше всего об этом написал гениальный Роберт Шуман об этой музыке. Шуман писал вот что. Едва ли существует нечто более забавное, чем эта шутка. Я сразу же начал хохотать, сыграв ее недавно впервые. Но каково же было мое удивление, когда при вторичном проигрывании я прочел следующее замечание. Это капричо, найденное в бумагах Людвига ван Битховена, озаглавлено в рукописи ярости за потерянного кроша, излившееся в некоем капричо. О, это очаровательнейшая, бессильнейшая ярость, подобная той, которая охватывает, когда вам не удается стащить с ноги сапог. И вот вы потеете, топаете, а он совершенно флегматично посматривает вверх на своего владельца. Ну вот, наконец-то я вас поймал, бетховенцы. Еще не так хотел бы я свирепствовать и всех вас до единого поглаживать нежнейшим кулаком, когда вы выходите из себя, закатываете глаза и в безмерном восторге возглашаете. Бетховен стремился только к безмерному. Он летит от звезды к звезде, отбросив все земное. Сегодня у меня поистине душа нараспашку. Так любил он говорить, когда ему было весело. И тогда он смеялся, как лев, и наносил удары направо и налево, ибо он во всем был неукротим. Я побиваю вас этим капричо. Вы, конечно, найдете его слишком обыденным. Слушайте, да? Побиваю вас этим капричо. Вы, конечно, найдете его слишком обыденным. Точно так же, как и мелодию радости в рей-минорной симфонии. И запрячьте его далеко-далеко под героическую. Но поистине, если когда-нибудь на страшном суде искусств гений правды будет держать весы, на одну чашу которых положат эти вот эти вот звуки этого каприччо-ярость по поводу утерянного гроша, а на другую десяток новейших патетических увертюр высоко до небес взлетят все увертюры. Но прежде всего, одному могли бы вы здесь поучиться, молодые старые композиторы, о чем, думаю, необходимо вам время от времени напоминать. Естественности. Естественности. И еще раз. Естественности. Ну вот. А теперь слушайте чудо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Ярость по поводу утерянного гроша» Ну это ладно Это отдельное произведение, которое Очень любят пианисты, очень любят слушатели Это типичная бесовка Это экстра номер в концертах Самых великих пианистов И если хотите, чтобы вы, люди Даже даже самой напряженной музыки ушли, радостные, подпрыгивающие, легкие То сыграйте в конце «Ярость по поводу утерянного гроша» Но когда бетховен пишет Очень серьезную музыку Такую как эта Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok